В эфире студия СМ, я Максим Гуревич, здравствуйте. И сегодня у нас в гостях скрипач-виртуоз Вардан Маркос. 12 апреля в 19 часов в Доме офицеров Красноярска состоится сольный концерт Вардана Маркоса «Парад страстей». Вардан, очень рад тебя видеть в нашей студии. И я прошу прощения, что говорю на «ты», но я просто помню, я не знаю, достаточно давно, когда ты только начинал свою карьеру скрипача, мы встречались в Доме актера на вечерах. И смотрю на тебя как на родного просто, уж прошу прощения. Во-первых, здравствуйте, очень рад тоже находиться здесь сегодня с вами, этой студии. Я очень хорошо помню эту студию, я тоже часто приходил сюда в гости. И, конечно, я очень рад. Скрипка. Почему вдруг в вашей жизни появилась скрипка, а не, я не знаю, фортепиано, флейт? Скрипка, потому что мои сестры учились на фортепиано, а надо было, чтобы они аккомпанировали скрипку. И отец меня дал на скрипку. Пардон, получается? Мне пришлось учиться скрипку, я не хотел. Не выбирал, это все сделал ваш отец, выбрал за вас. А потом через три года я полюбил скрипку и пошло-поехало. У меня очень субъективное такое впечатление, даже не мнение. Мне кажется, что скрипка – это самый-самый какой-то музыкальный инструмент. Это самый сложный музыкальный инструмент. Самый, 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 самый. А мне кажется, самый красивый. И красивый. Самый душевный, самый. Но чтобы полностью владеть инструментом, надо 20 лет учиться. Я это 20 лет учился. А теперь уже учиться не обязательно? Как вообще устроен ваш концертный график и как вы готовитесь к концертам? Нет, учиться уже, новое произведение учиться надо, но уже технические такие моменты уже учиться не надо, потому что я уже учился. Сейчас для меня главное, чтобы была новая партия, новое произведение. И как играл виртуозно, так и продолжал играть. И людям преподнести душевное в мою энергию. Есть, мне кажется, какой-то в мировой музыке скрипичной, есть какое-то прямо такое направление, что ли, когда такие аранжировки с использованием ритмов электронных, и это классические, очень известные произведения, но они в какой-то живой, совершенно ранее необычной манере преподносятся. И вы как раз в этом жанре. Да, я как раз в этом жанре. Лет 20 назад, 25 лет назад, когда я начал, этот жанр только начался. И получилось так, что тогда я был один из первых, который классика в современных обработках в России. Сейчас прошло время, и этот стиль как будто так и должно было быть. Это называется «Гроссовер классик». Классик «Гроссовер». Современная классика или популярная классика так сейчас называется. Дело в том, что вы помните, да, вот сейчас уже всякие рок-группы, рок-произведения, и Куин, и Ди Пёрпл, и Пик Флойд, они играют с симфоническими оркестрами. Да. Это как-то раньше, если вот классический переводили на современный, а потом сейчас современный переводят на классику. И это взаимосвязь, взаимопроникновение разных стилей музыки, это обогащает просто... Культуру мировую, я согласен совершенно. Но получается, что мы можем с вами сделать заключение, что вообще-то скрипачи в мире, и, может быть, первые, кто начали вот этот кроссовер делать такой, да, соединять, казалось бы, несоединимое. Да, можно сказать так. Вот это лохматый срок концертов такой. Чисто классические произведения, да, скрипачи начали. А так было, помните, камерный оркестр «Поля в море». Да. Это же 70-е? 70-е, да. Они с оркестром начали делать. А потом был период, когда саксофон был модно, но они не классику играли. В основном играли популярную музыку, там красивую музыку. А уже 90-е годы вот в мода пошла вот скрипка, ну, благодаря Ванессе Мэй, который так толкал... Прославилась на весь мир. Прославилась на весь мир и пробил путь популяризации скрипки в общем культурном фоне мирового. Мне кажется, сейчас в нашем разговоре тот самый момент, когда я должен вас попросить, а вы как будто бы это только-только услышали, и скрипка здесь случайная. Не случайно. Что-нибудь сыграть, пожалуйста. Хорошо, я сейчас поиграю произведение Моцарта, Ольга Камандэй Моцарт, сифония номер 40. Моцарта, сифония номер 40. Почему говорят, что эта музыка на все времена? Почему она ни капли не теряет, не то чтобы там быть даже актуальности, а она просто всем понятна и близка? Ну, это классика. Классика. Почему Чайковский на все времена? Это Моцарт на все времена. Вивальди на все времена. Бах на все времена. Поганини на все времена. Потому что это классика. Эти люди, когда создали это произведение, это в свою душу вложили. И в свое время это также считалось популярной музыкой. Понимаете? Вот в 16 веке, 17 веке композиторы Вивальди, Бах, Моцарт, Бетховен, они когда писали свои произведения... Кто-то считал их недостаточно серьезными музыкантами, да? Да, кто-то считал... Особенно Моцарт. Его считали, как сейчас, попсой. Но это же гениально. Вы запыхались немножко? То есть скрипка – это тяжелый инструмент? Для игры – да. Дело в том, что в любом случае, когда играю, я душу вложу туда, энергию, эмоции. Поэтому вот даже вот эти две минуты я сыграл, как будто километр... Ну, может быть, не километр, но метров 300 точно. 300, да. А концерт как? Концерт полтора часа, да? Сколько месяц? Ну, полтора часа, час сорок, час пятьдесят, вот смотря, какие концерты, но в основном час сорок пять. Конечно, это очень сильная физическая нагрузка на организм, но я к этому привык, потому что я уже 25 лет концертирую, и для меня это привычно. Я вам скажу так. Если я играю меньше полтора часа, как будто я недоволен сам собой. А вот такой средний, вот когда я себя чувствую хорошо, должен быть минимум час, чтобы я концертировал. Меньше как-то меня не удовлетворяет, меня не хватает что-то. А полтора часа вот то, что вот как-то я доволен. Я знаю, что вы довольны, зритель доволен. Часто концентрируете гастроли, концерты? Это ваша жизнь получается? Да, я говорю, как 25 лет назад, кстати, в 99-м году я первый... Ровесник 7-го канала. Да, да, да. Мы, я помню, тоже годы отмечали в 2000 году, я выступал в 7-м канале. Когда первый год прошел, и я буквально через год, через два уже начал гастролировать. И это совсем другое ощущение, другое отношение, другое восприятие, когда знаешь, что вот то, что ты делаешь, это востребовано. Люди это любят. Люди еще не знали, что они скрипку любят. Они приходят на концерт, не зная, что они любят скрипку. После концерта они говорят... Мы не знали, да? Мы не знали, мы не думали, что скрипка может быть такой интересной, так трогать наши души. Как вы составляете репертуар? Потому что, да, надо выбрать композиции классические, но надо же сделать и аранжировку из современных каких-то музыкальных приемов, да? Как вот этот процесс? Этот процесс у меня по внутренним ощущениям. Я внутри чувствую, что я хочу, и проходит время, когда я созреваю к этому и выбираю какую-нибудь классическую мелодию или какую-нибудь народную мелодию или такую хорошую душевную популярную мелодию. И вот это все созданной командой, которая, знаете, любого творческого человека, если он хочет что-то делать, вокруг него образуется очень много творческих людей. И художники, и режиссеры, и аранжировщики, композиторы, моделеры, там вот все-все, вот то, что связано с артистом, который артист выглядел хорошо. И, знаете, буквально с первых концерток вокруг меня образовался вот такой очень интересный круг людей, которые помогли мне, поддержали, как вот «Седьмой канал» всегда меня поддерживал. Пока я был красноярский, «Седьмой канал» всегда меня поддерживал. Спасибо. Ну, вы же чувствуете все равно себя красноярцем. Хотя мы здесь вас помним хорошо как Вардана Маркосяна, но в Москве вы стали Вардан Маркос. Да. Почему, кстати, так произошло? Когда я переехал в Москву, там Вардан Маркосян для московского уха как-то они не понимали. Они думали, что я, если я Маркосян, играю только армянские произведения, национальные так армянские. Я говорю, я играю классику, я играю всю мировую классику, которая не связана ни с какой национальности. Я играю, ну, вот я перечислил уже композиторов. И, конечно, я играю и армянские, и испанские, и еврейские, русские, там, мелодии. Вот люди не воспринимали. А потом я как-то очень долгое переживание, я думаю, ладно, попробую делать Маркос, взять псевдоним Маркос. И, знаете, через год я прихожу теми же людьми, вот, встречаюсь, ну, они как-то не помнят меня, но я говорю, вот я, Вардан Маркос, они говорят, вы откуда приехали, мы про вас не знаем, хотя год назад мы встречались. Вот такая смешная история была. И вот после этого начал продвигаться мое творчество, искусство, и я в Москве делал первые концерты большие в Театре эстрады московского. И у меня 2006 по 2010 год у меня было очень много концертов в Москве, много, ну, почти аншлаговые залы уже последние концерты были. И вот потом продолжал, концертировал, гастролировал по всей стране. И как раз, когда уже в Москве по Театре эстрады я делал концерты, уже меня начали приглашать за границу. В Германию, Францию, Испанию, Голландию. И вот я и в Европу выехал. А репертуар отличался, который вы играли, скажем так? Нет, репертуар то же самое, что я здесь. Именно Красноярский создал, я этим репертуаром ездил по всему. И, знаете, я вам скажу, что европейская публика, они еще душевно принимали, потому что как-то если здесь у нас в советское время еще была привычка классические мелодии показать там, а там этого большинства не было. Они даже не слышали про Паганини. Мне очень удивила одна история, вот, когда, говорит, Паганини, человек, женщина подходит и говорит, а кто такой Паганини? Вот я просто на речи подселся. Спасибо советскому кинематографу. Мы все это... Да, и кинематографы, и образование. И образование. Как много времени уходит у вас сейчас на подготовку к концерту? Я бы даже по-другому спросил. Знаете, вот есть процесс, вот концерт. Вот что нравится, а что тяжело? То, что я играю, это, конечно, я провожу через все тело, через всю душу. И подготовка к концерту, конечно, это репетиции, это... Перед концертом каждый день надо репетировать, чтобы быть в форме всегда. И понимание, что я делаю. Главное, я понимаю, что я делаю и почему я делаю. И я, когда это понимание у меня есть, я знаю, что вот эти ощущения, эти чувства я передам зрителю. И во время концерта у нас получается взаимовыгодный... Не выгодный, взаимный энергообмен. Я без зрителей не могу, и зритель уже без меня не может. Потому что мы сливаемся в общем целом. Я не знаю, можно ли это представить, но если бы не скрипка, вот чем бы вы занимались? Я вот знаю, что если бы я не на телевидении оказался случайно, я бы наукой занимался. Ну вот, а что было бы в вашей жизни, если бы не скрипка? Знаете, я в детстве очень хорошо знал географию. Я, скорее всего, думал, я буду лётчиком. Лётчиком? Да. Дело в том, что ещё я в детстве, когда географию знал, я сидел, карту смотрел, думал, вот Армения маленькая. И думал, Камчатку. Я думал, когда-нибудь я попаду в Камчатку, это так далеко. И представляете, все мысли материальные. Через 20 лет я, ну 25 лет я был в Камчатке концертами уже. Как получился там концерт? Отлично, отлично. У меня гастрольный тур был, это Камчатка, Сахалин, Хабаровск, Владивосток. И вот я очень люблю Сибирь, Дальний Восток. Это вот мои любимые места. Я всегда стараюсь, если у меня концерты красноярские, обязательно ехать до Владивостока. Ну, этот раз у меня Сибирь началась. Я как раз первый раз с Омска до Красноярска. Ну, Красноярск – это опора. И был первый раз у меня концерты в Алтае, Алтайском крае и Республика Алтай, Горноалтайские. Вот очень душевные люди, очень хорошо прошли концерты. А в Армению ездите с концертов? Да, конечно, Армению ездил, но последние 5 лет концертов не дал, потому что, ну, пандемия и вот это всё. А вот в этом году собираюсь, в этом году или в следующем году. Мы говорили о том, что вот это направление, современная музыка, такой аккомпанемент современных ритмов с классической в скрипичном исполнении музыкой, что это прям такой тренд, который 20 с лишним лет в мире развивается очень мощно. А сейчас в этот жанр, по вашему мнению, есть смысл заходить молодым музыкантам, которым сейчас там 15 лет скрипачам? Ну, конечно, есть смысл. Какие перспективы? Время, как говорится, прогресс не остановить. И сейчас вместе с молодыми музыкантами идут новые технологии, новые люди, молодёжь, которые своеобразно воспринимают это всё. Музыка, технологии соединяют это всё. Сейчас очень модно делать лазерные шоу, лазерные инсталляции, модно делать с симфоническим оркестром. Это всё очень интересно. Это прогресс. То есть, на самом деле, получается, что никаких там, как сказать, ограничений? Никаких ограничений нет. Если вы любите скрипку, занимайтесь скрипкой. Конечно. Если вы любите летать, ну, становитесь пилотом. Именно. Если хотите быть подводником, станьте подводником. Притом, надо стать хорошим. Хорошим. Номер один. Номер один? Да. То есть, вы, когда просыпаетесь утром, ну, или там, наоборот, засыпаете вечером, я должен быть номером один? Да. Вот так? Да. Внутри себя, я говорю. Тяжело с таким ощущением жить? В номер один, как бы, ну, раз и такой, пришёл вторым. И вот как, что теперь? Я уже спокойно отношусь. Если кто-то лучше меня становится один, я буду только рад. Знаете почему? Пускай популяризирует скрипку. Если лучше меня, это и для меня хорошо. Потому что люди захотят слушать скрипку. Мы уже захотели. Давайте ещё немножко. Можете поиграть? Можно, да. А сейчас поиграю русскую народную. Супер. Можете поиграть? Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Эти фантазии можно реализовать. Какие у вас планы дальше? Вот сейчас вы заканчиваете тур по Сибири, да? Да. Скоро совсем концерт в Красноярске. Дальше небольшой отдых, потом? Потом в Москву, там буду тоже концертировать. Летний период буду в Сочи. И готовлюсь к очень серьезному, большому гастрольному туру осенью. Также по Сибири, Дальному Востоку. Уже договоренности есть также от Омска, Барнаула, Новосибирска до Владивостока. Но вы не жалеете, что сделали когда-то, совсем давно, выбор... Ведь отец вас подтолкнул к выбору скрипки, и так сложилась ваша жизнь. Все, у вас, как сказать, вправо-влево скрипка – ваша судьба. Это дар Божий? Это радость большая? Или это как брус? Это радость большая. И я очень благодарен отцу, что меня, как-то, заставлял. Можно сказать, заставлял. Потому что, ну, ребенок, 7-8-9 лет, откуда он знает, что будет скрипачем? Ему интересно с верстниками мяч гонять на улице. Ну, вот так как я и слушал отца, и играл с верстниками, потом мои верстники тоже, когда выросли, они начали гордиться, потому что... мною. Я горжусь в том, что отец внедрил ту любовь, которая вот сейчас со мной на всю жизнь. Потому что скрипка я полюбил уже 10 лет. Я уже в 4-м, 5-м классе уже начал любить скрипку. Уже понял, что это... Дальше поступило училище, поступило консерватория. И в консерваторию мой профессор мне один очень умный вещь сказал. Говорит, если ты хочешь учиться, быть хорошим специалистом-музыкантом, тебе надо заниматься всей тонкостью, учиться, знать. Потому что если не будешь это знать, ты, когда закончишь консерваторию, ты потом будешь сказать, я же мог это делать, но не сделал. Лучше, чтобы в твоей жизни не было вот этот вопрос, что я мог, но это не сделал. Я поэтому до последнего старался, делал и не жалею об этом. Это был хороший совет для тех, кто чем-то увлечен и хочет большего. Напомню, 12 апреля в 19 часов в Доме офицеров в Красноярске состоится сольный концерт Вардана Маркоса «Парад страстей». Я же с вами прощаюсь и желаю вам удачи. Максим Гуревич, пока.